В скоплении бесхозного строя материала вдоль железнодорожной магистрали портит внешний облик семьи и оставляет неприятные впечатления у гостей города. Данная проблема существует уже на протяжении 20 лет. За это время бетонные плиты, фундаментные блоки и другой строительный материал пришли в негодность и теперь просто саморазрушаются, не принося никакой пользы. О том, что можно сделать в этой ситуации, разбирался наш корреспондент. Из этого строительного материала можно было бы построить не один дом. Теперь он пришел в негодность и использовать его в строительстве опасно. Член общественного совета города Николай Исаев в течение двух десятков лет поднимает проблему бесхозного стройматериала, который портит внешний вид города. Но добиться каких-либо результатов не удалось. Ему обидно, что проезжающие через наш город пассажиры транзитных поездов получают от визитов семей не самые приятные впечатления. Мы всегда хвалимся, что мы культурная столица. Люди, которые проезжают на поезде и смотрят в окошко, а поезд располагает к размышлениям обычно, они как будто столица без культуры и без ответственности. Только так можно назвать вот это, потому что это лежит уже десятками летниц. Несмотря на то, что и публикации, я лично делал публикации, и руководство города привозил сюда. Все смотрят, да, плохо, но чем дальше, тем хуже и хуже и хуже. По мнению общественников, найти владельцев нереально, даже если таковые найдутся, то они будут рады избавиться от посроченного строительного материала, лишь бы к ним не применили штрафные санкции согласно правилам благоустройства городских территорий. Сейчас куча бетонных плит и блоков – это никому не нужный мусор, который просто лежит, нанося вред имиджу города. На одном из последних рабочих заседаний, посвященных санитарно-экологическому двухмесячнику, прозвучала конструктивная идея – использовать бесхозный стройматериал в конкретных целях. Мы находимся недалеко от стадиона «Спартак». На протяжении двух десятков лет здесь находится целая гора строительного мусора. Кому он принадлежит, выяснить еще пока не удалось. Но в Акимате было принято решение, что со временем данный строительный мусор должен быть направлен на берега укрепления. Неиспользованные бетонные плиты, лестничные марши, фундаментные и бордюрные блоки лежат и по другую сторону железнодорожной магистрали, прямо возле легкоатлетического манежа стадиона «Спартак». Постепенно такие места превращаются в стихийные свалки. Теперь, чтобы вывести отсюда весь этот хлам, потребуется не один десяток большегрузных машин. Вот уже 20 лет хожу по этой, вот гараж недалеко, живу вот рядом, хожу. Это действительно превратили уже в свалку, бомжи здесь находятся, мусор сюда свозят, мешками, жгут все, залават, пожалуйста. Это же не за один год, это годами все накапливается, все больше, больше, больше. И это не единственный случай, говорит Николай Исаев. В разных частях города можно встретить неиспользованный в деле стройматериал. К примеру, эти бетонные плиты не один год лежат на улице Жамакаева, где свалка мусора уже давно никого не удивляет. Надо сказать, что по всему семей таких плит, блоков и прочего железобетонного материала наберется немало. И наверняка им можно будет найти практическое применение. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...